Чтобы собрать свой чемпионский титул, как никогда в этот день полон сил, с веркостью я ставлю зону и сын, рик это мой дом, просто моя жизнь не предсказывает. Уважаемые дамы и господа, представляю вас судейскую бригаду главного боя. Боковые судьи Дмитрий Болгарев, Илья Келунин, Игорь Тамадаев, кронометрист Татьяна Курсанова, супервайзер Федерации бокса России Сергей Курсанов, рефери Семен Стахеев. Дамы и господа, представляю вам участников главного боя в сильном углу, боец из Камеруна, город Дуала, ему 39 лет, рост 176 сантиметров, 72 килограмма, 450 граммов. Провел на профессиональном ринге 13 поединков, Шарланд Сахар! Его соперник в красном углу из России, город Мяс, ему 29 лет, рост 178 сантиметров, вес 74 килограмма, 900 граммов. Профессиональный рекорд, 36 боев, 34 победы, 13 из них одержаны нокаутом, два поражения. Константин Татьяна Курсанова. Константин Татьяна Курсанова. Константин Робинецкая Райловна. Рост и рост бойцов болесвний С€Н managed to be businessle. Константин Татьяна Курсанова. Константин Татьяна Курс Dangerfield. Константин Татьяна Курсанова. Упал один раз во втором. Посмотрим, как будет на этот раз. Константин выходит после определенной паузы. Да, два года. Два года не было в ринге Константинов. При этом колоссальный опыт имеет за плечами Константин. Конечно же, 34 поединка. Прошу прощения, 36. 34 победных. 34 победных. Ну и така мы его помним. Такой размашистый парень. Проигрывал практически всем приличным ребятам. И, кстати, в углу у него ввел сок фонку. Тот самый, уже упомянутый. Ну а у Константина Пономарева в углу бывал в некоторых его поединках и сам Абель Санчес. Совершенно верно. Который был в углу у Геннадия Головкина и Мурата Гассиева. Рубка, рубка, рубка. Рубка, да, ввязался сюда Константин. Ну, опа, коротко слева. Константин решил не боксировать, а именно подраться, порадовать свою родную публику. Но нужно сказать, что когда он пришел к Абелю Санчесу, он изначально был боксером такого игрового плана. Но Санчес, он очень хорошо тренирует ребят именно со зрелищной манерой, таких силовиков. И последние бои Константин Пономарев именно, что даже не боксировал, а сражался. Вот как, в принципе, и в данном поединке по туловищу хорошо пробивает Константин. Непривычно Костю видеть в рамках, по факту, уже второго среднего веса. Почти 75 килограммов он показал на взмешивание. Ну и двухгодичный первый все-таки. В день поединка, я думаю, там, наверное, все 78. А рефери этого поединка, Семен Стахеев, предлагает так не разворачиваться спиной к мирунскому боксеру. У Такама это пятый поединок за год. Начал он в январе. Проиграл в ТПО Бахром Джона Фазилова, которого мы сегодня увидели. Затем было положение от Тимируана Шаманова в феврале, в сентябре. Поражение Москве от Ивана Юрхова. И в ноябре проиграл техническим нокаутом Мураду Далхаеву. В первом раунде Такам. У нас последняя минута первого раунда. В атаке Константин Пономарев. Такам жмется канатом. Смотри. Константин Пономарев с опущенными руками. Опа! Попадает. Давай, давай. В таком мексиканской манере действует. Совершенно не опасается ударов Такама. Ну и так, смотри, уже пошатывает Такама. Очень много ударов он пропустил. И тоже руки не поднимает. Костя, Костя, скандирует публика. Зрелищный первый раунд. Да, удивительно, что мы увидим еще второй. Ждем. Все-релищные. Да, удивительно. Уважаемый раунд. Костя. Какdom都 выдается. Костя, Костя. Уважаемый раунд. Продолжение следует... Второй раунд. Да, Константин Пономарев так... Ну вот начал поднимать руки. Периодически так подергивает он Шарлан Токан. А Шарлан Токан так очень тяжело поднялся после отдыха. Ну вообще, еще раз, да, у него четыре боя в этом году. Все проиграны досрочно. Вот, пожалуйста, первый нокдаун. А рефери открывает счет. Он многое ощущение, что не хочет Токан уже продолжать. Я думаю, что если сейчас будет остановка, это будет абсолютно справедливо. Все, так и есть. Так и есть. Ну что ж... Хорошее возвращение для Константина. Да. Ну, по крайней мере, возвращение точно. По крайней мере, оно состоялось. Оно состоялось. Посмотрим, как будет дальше. 29 лет еще, в принципе, возраст для этой весовой категории не самый критичный. Мы, там, как решит Костя, в каком весе он останется, будет отпускаться обратно в полусредний, либо попытается уже, там, в среднем, в первом среднем действовать. Друзья, у вас идет официальное объявление победителя. Ну, а мы на этом, наверное, помолчаем. Друзья, у вас идет официальное объявление. Друзья, у вас идет официальное объявление. Уважаемые дамы и господа. Рэфери главного боя остановил поединок на 42 секунде второго раунда. Победу техническим нокаутом одержал Константин Хаврилов. Перед тем, как передать микрофон Константину, я хочу от лица промоутерской компании Top Boxing выразить огромную благодарность и слова...